Большие победы в крымском спортообществе Динамо. Его воспитанники вернулись сразу с нескольких всероссийских и международных турниров. Успешных результатов удалось добиться в шашках, каратэ, легкой атлетике и боксе. Обо всем по порядку. Валерия Назирян. В большом списке юнских динамовских чемпионов она в первых рядах, в то время как другие спортсмены отличились на всероссийских турнирах. Наталья Царева завоевала бронзу на Кубке мира по традиционному каратэ. Было сложно, но на то она и мастер спорта, чтобы с такими трудностями справляться. Обойти нашу спортсменку удалось лишь полячкам Марии Депта и Мангажате Заброчки, которые заняли первое и второе место соответственно. Как и в первый раз на чемпинате Европы, я думала это невозможно, так и здесь, думала долгожданный результат. Но, конечно, третье место хотелось бы лучше, но все-таки я этим тоже довольна, потому что есть стимул к развитию. А в Сочи честь Крыма отставил Сергей Белошеев. Для одного из лучших шашистов планеты эта поездка получилась насыщенной. Шутка ли, в течение всего нескольких дней он принял участие сразу в двух важнейших турнирах. Кубке России по шашкам 64 и чемпионате страны по молниеносным шашкам 100. В первом турнире крымчанин стал серебряным призером в быстрой игре и бронзовым в блице, а во втором ограничился бронзовой медалью. Сам спортсмен, учитывая огромную конкуренцию, доволен итогом. Теперь все силы направят на октябрьский чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Такой турнир, где надо или побеждать, или хотя бы попадать в тройку призеров. Надеюсь, три дисциплины будут, быстрые шашки, молниеносные и классическая программа. То есть, буду надеяться, что сыграю хорошо. Есть свои достижения и в боксе. Даниэль Лапин в весовой категории до 55 килограммов стал третьим в первенстве России среди юниоров. Мог замахнуться и на большее, но о судействе даже на таком уровне уже принято упоминать по умолчанию. Есть и положительные моменты. С такой конкуренцией отбывать номер уже не получится. Большая страна все-таки. В Украине как бы три-четыре боя, тут сразу пять попадаешь, надо все выигрывать. Очень тяжело, конечно. С таким отношением к делу следующая партия медалей для спортообщества – лишь вопрос времени. Здесь предпочли отойти от традиционных наградных планов, скромно заметив, пока крымские спортсмены только радуют. В том числе и тем, что общероссийский уровень мало-помалу перестает быть для них непроходимым препятствием, как еще год назад. Их боялись при Украине. Уже побаиваются и в России. Показывают свои результаты, которых мы и ждали. Конечно, приятно еще и то, что наша молодежь начинает завоевывать награды российских чемпионатов. Еще один немаловажный фактор – возраст крымских чемпионов-динамовцев не превышает 25 лет. А значит, кроме сиюминутного результата, у них еще и огромные перспективы роста. Валерия Назирян, Андрей Трещук. Время новостей.